Здравствуйте! В эфире «Сталкер» – программа для тех, кто не разучился думать и не боится действовать. Я ее ведущий Дмитрий Новиков. В ближайшие 40 минут наши журналисты предоставят им информацию для размышлений и выводов. Итак, сегодня в выпуске. ГЛОНАСС «Преткновение» – первые модули завезли в Приморье. Сколько будет стоить безопасность на бэушном автомобиле? И все-таки они участвуют. Выборы в Думу Краевого Центра будут жаркими и конкурентными. Кто пойдет под раскрученными брендами? В прицеле снайпера. Во Владивостоке очередной спор из-за точечной застройки. Можно ли победить жителям в войне против коммерсантов? Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Сталкер». ГЛОНАСС. Как много в этой аббревиатуре? Всего. Экономики, политики, скандалов, споров, слухов, домыслов. О системе глобального позиционирования сейчас, наверное, знает каждый приморский автолюбитель. Равнодушных нет. Одни за установку модулей, другие против. Причем и те, и другие готовы привести множество доводов в свою пользу. Правда, споры эти до последнего времени носили заочный характер, ибо предмета дебатов никто не видел. Первые модули ГЛОНАСС в край прибыли только на этой неделе. Их появление несколько разрядило обстановку. Множество спорных вопросов было снято, но появились другие. Полчаса работы мастера сервиса и система ГЛОНАСС готова к работе. Эта машина первая в крае, оборудованная так называемой тревожной кнопкой. Пробный тест подтверждает, обратная связь работает. Так, ну завершена установка, соответственно, активируется кнопка, установленная в автомобиль. Кнопка ответила нам, что она приняла вызов, то есть система. Пошла сработка. То есть эти звуки нам сообщили о том, что прошла передача минимального набора данных. Операция системы ГЛОНАСС, слушаю вас. Добрый день. Вас приветствует в Приморский край. До тестового вызова. У нас все хорошо. Да, я слышу вас хорошо. Данные транспортные средства получены. Автомобиль польза Аккорд, белого цвета, местоположение в Приморский край, город Артем, улица Турская, дом 2А. Да. Верно. Спасибо, девушка. Тогда отклоняйте вызов, у нас все хорошо. Требование о том, что каждая ввозимая из-за рубежа машина должна быть оборудована кнопкой ГЛОНАСС, установил новый технический регламент Таможенного союза. Правило эробезопасности эра ГЛОНАСС заработало с 1 января этого года и вызвало волну вопросов. Где брать кнопку, кто должен ставить и, главное, как растаможить машину, уже привезенную на территорию страны. Ведь если нет кнопки, нет и ПТС. Таможенники сами не знают, что им делать. То есть, по идее, нужно выдавать автомобиль, но у них нет системы или нет ресурсов, как я понимаю, чтобы установить данный ГЛОНАСС и автомобиль выдать. Так как автомобиль уже должен выйти из таможни, уже с ПТС, с отметкой именно, что там установлен ГЛОНАСС. Только после этого в ГАИ будет оформление автомобиля. Тогда, в январе, Владивостокская таможня пропускала безглонастные машины, только если они были привезены до января 2017 года. Все, что пересекли границу позже, оставались без ПТС. Автолюбители экстренно искали варианты установки кнопки. Официального сервиса в Приморье не было, но неофициально кнопки ставили. Через объявление в интернете за 20, а то и 40 тысяч. С одним «но». Кнопка без подключения к единой системе ГЛОНАСС. По сути, муляж ради ПТС. Как оборудование установить можно, и вроде как вопрос будет решен. Но там же есть, что она не просто должна быть установлена, она должна быть правильно работать, и она должна быть зарегистрирована в службах. Соответственно, сейчас нет еще здесь компании, тем более в Приморье, кто может провести испытания, насколько правильно работает эта кнопка. Ведь прописано, что производителям, что пришлось делать. Там три машины. По сути, нужно угробить там и фронтальные удары, и боковые. Уронить ее, перевернуть, чтобы проверить, что кнопка работает правильно, отправляя сигналы. Тогда же, в январе, автоэксперты и автолюбители были согласны. Посыл «Эры ГЛОНАСС» изначально верный. Спасение сотен жизней при ДТП. В случае аварии, бортовое устройство, установленное в автомобиле, автоматически производит экстренный вызов. Вызов можно совершить и в ручном режиме нажатием специальной кнопки. Точные координаты транспортного средства определяются по спутниковым сигналам и передаются в систему «Эра ГЛОНАСС» вместе с информацией о времени и тяжести ДТП, а также ВИН-номером автомобиля. Но столкнувшись с реалиями новых правил ввоза и регистрации авто на территории России, в январе 2017-го заявили, заложниками нового технического регламента стали те, кто ввозит поддержанные авто из-за границы. Система по умолчанию устанавливается практически на все новые авто, выпускаемые заводами и на те, которые поставляются дилерами. Но вот кому и как ставить кнопку на бэушные японки, этот алгоритм технический регламент не прописал. В итоге на таможенных складах Приморья застряли более полутора тысяч автомобилей. По вине главного разработчика этого документа, Министерства промышленности и торговли, не были предусмотрены возможности установки устойства Роганас на поддержанные ввозимые автомобили, я обратился в правительство Российской Федерации с предложением отсрочить введение этого технического регламента на полгода с целью внесения соответствующих исправлений, изменений и принятия необходимых нормативных актов. По этому поводу состоялось совещание с участием двух экс-премьеров Материевича Рогозина и Юрия Петровича Трутнева, на котором были приняты другие решения, но тем не менее те решения, которые развязывали существующую проблему. В защиту автомобильной общественности выступил губернатор края. Владимир Миклушевский обратился к вице-премьеру по преду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. И решение было принято. Владивостокская таможня начала выдавать ПТС на машины, ввезенные на территорию края до 15 февраля. А Минпромторг занялся разработкой упрощенного порядка установки устройств системы «Эроглонас» на поддержанные на марке. Временный порядок оформления теперь выглядит так. Владелец авто приобретает прибор в центре АО «Глонас». Винномер или номер кузова его машины привязывается к ID-устройства. После хозяин авто получает сертификат безопасности конструкции и уже с этими документами на таможне забирает машину вместе с ПТС. Последний шаг – установка оборудования на автомобиле. На это отводится 10 дней. На сегодняшний день в госпитании продолжается. Автомобили оформляются в установленном порядке. То есть единственное исключение, что они выдаются ПТС. Мы видим, по крайней мере, упрощение. Потому что при наличии СБКТС, то есть лицо к нам будет обращаться с СБКТС, с которым будет приписано, что ID-устройство у нас, не стоит ничего, кроме вот этих ПТС. Я правильно понимаю, что человек без ПТС же еще не может ездить на автомобиле, да? Ну, то есть это нужно будет везти автомобиль в лабораторию, чтобы устанавливать, когда мастера придут. Временный порядок, который нами был предложен, как раз и был направлен для того, чтобы избежать вот этой ситуации, когда непосредственно автомобиль нужно будет возить там на эвакуатор или еще каким-то образом, да, из-за того, что запрет на использование автомобильных дорог в общего пользования. Как раз и был введен этот порядок, который позволяет взять прибор и заключить с нами договор, в котором жестко увязать его ID-номер, который будет пропишется в будущем в СГБТС и которым будет являться, то есть для таможенных органов, как раз тем необходимым требованием для выдачи ПТС. А вот потом, опять же, в договоре будет прописана обязанность гражданина, который приобрел в течение 10 суток, которые ему положены по закону перед установкой на учет ГИБДД, установить его. Мы с вами видим, что ему для этого не нужно будет 10 дней, да, достаточно будет там встав в очередь, да, и потратить, наверное, час-полтора своего времени, посетив установоченный сертификат. Я же выражаю в стрелку и устанавливаю там? Совершенно верно. Уже 4 апреля в край завезут тысячу таких тревожных кнопок. Устанавливать приборы будут в сертифицированных центрах. Договор с первым заключили 23 марта. Список остальных формируют. Цена вопроса установки тревожной кнопки от 10 до 30 тысяч рублей. Акционерное общество ГЛОНАСС не является разработчиком и производителем этого устройства. И так получилось, что нас, скажем так, нам доверяют, да, и нас обязали стать здесь посредником между производителями, да, и непосредственно установочными мастерскими. Поэтому цена будет зависеть от того, за сколько нам этот прибор продаст производитель, плюс накладные расходы, которые потребуются для того, чтобы доставить прибор сюда. Подчеркну, что здесь в данном конкретном случае акционерное общество здесь бизнеса никого для себя не видит, и денег мы здесь не зарабатываем. Мы здесь включились в выполнение государственной задачи. Вообще, ГЛОНАСС работает в России с 1 января 2015 года. Однако ставили такие приборы только на автомобили, используемые для коммерческой перевозки пассажиров и перевозки опасных грузов. Теперь тревожная кнопка обязательно и на личных авто. Разработчики утверждают, ГЛОНАСС поможет спасти более 4 тысяч человеческих жизней в год. Я считаю внедрение системы на территорию Российской Федерации положительным решением, потому что оно, по сути, направлено на безопасность, в течение безопасности участников дорожного движения. Потому что при наступлении каких-либо несчастных случаев, неполадок и так далее, человек через оператор этой системы всегда может вызвать спасательную службу, скорую и так далее. Это, конечно, безусловно, служит для спасения через слившись. Как и большинство нововведений, модули ГЛОНАСС первоначально вызывают больше отторжения, чем принятие. Необходимо время для того, чтобы о системе начали говорить безэмоционально, оценивая ее реальные, сильные и слабые стороны. Мы еще вернемся к этой теме, когда будет наработан хоть какой-то опыт эксплуатации. Без лишних эмоций, на мой взгляд, нужно говорить и о еще одной теме перевалки угля. На этой неделе в Находке прошло совещание по проблеме. Проблема с перевалкой угля в Находке обострилась в связи с увеличением объемов экспорта. За первые два месяца текущего года угольные терминалы Находки перевалили почти 7 миллионов тонн, превысив показатели прошлого года. В Находке сегодня на перевалке Угля задействованы 11 компаний. Уже четвертый год валит этот уголь. Четвертый год. Уже просто невозможно ни убраться, ни жить, ни дышать. Жить невозможно. Все уже. У мужа онкология от фабрики, рак кожи. Год до пенсии не доработал, ушел. Человек не может продать квартиру, уехать, потому что вообще здесь никто не хочет жить. Угольная проблема Находки всколыхнула общественность, привлекла СМИ и власти в стороне не остались. После февральского совещания у губернатора все стивидорные компании озаботились установкой водяных пушек. Благодаря им уже уменьшилось количество угольной пыли. Однако это только первый этап. Городу необходимо дышать свежим воздухом. Такие требования выдвинули жители Находки. Губернатор Миклушевский побывал в Находке, где встретился с представителями стивидорных компаний и провел совещание с руководством района. Некоторые хитрит начинают, приостанавливают перевалку, например, в день приезда губернатора. Такое делать можно, конечно. Во-первых, я готов не только сам ездить, но и посылать своих представителей. Тогда деятельность такой стивидорной компании перестанет иметь физический смысл. Тогда бизнес надо закрыть, да и все. Поэтому я к тому еще раз, что мы будем настойчивы и заставим те меры, которые мы обсуждаем, довести до логического конца. Конечно, закрывать угольные предприятия никто не собирается. А вот ужесточить контроль за их деятельностью можно и должно. На сегодняшний день в Находке открытым способом переваливается 90 миллион тонн угля в год. Краевые власти намерены обязать компании стивидоры обеспечить безопасность перевалки. Губернатор Приморья провел осмотр перегрузочных комплексов порта Находка, осуществляющих перевалку угля в городской черте. Владимир Миклушевский проинспектировал работу компании «Евразно-Ходкинский морской торговый порт», терминал «Остафьево» и порт «Восточные ворота Приморский завод» в рамках рабочей поездки в городской округ. Сейчас Роспотребнадзор регулярно делает замеры. По итогам мартовских исследований, превышение допустимых норм содержания вредных веществ в пробах атмосферного воздуха не выявлено. В ближайшее будущее оборудовать границы санитарной зоны угольных терминалов находки круглосуточными датчиками контроля обязуют все стивидорные компании. Не раз высказывал свою точку зрения по этому вопросу, выражу его и сейчас. Мне кажется, что в данном случае эмоции не просто не нужны, они противопоказаны, потому что вопрос слишком сложный и многогранный. В нем тесно перебрелись проблемы экологии и экономики, популизма и финансов. Все это сдобрено еще и щедрой порцией политики. Такая адская смесь, которая, если ее взболтать, может так рвануть, что мало никому не покажется. Работать с этой проблемой надо так, как извлекают мину. Тщательно и методично, учитывая все точки зрения и все возможные последствия. И я рад, что это понимаю не только я, но и люди, от которых и зависит принятие решений. На уходящей неделе активизировала свою работу Дума Краевого Центра. Сразу два события, которые произошли в один день, попали в информационные ленты. В среду, 22 марта, в здании Насуханово обсуждали и границы депутатских округов, и взаимодействие с общественными организациями и социально активными гражданами. Работа с общественными организациями Владивостока и социально активными жителями, по словам председателя городской думы, становится регулярной и продуктивной. В стенах городского парламента прошел второй гражданский форум. Первое подобное мероприятие состоялось в августе 2016 года. Тогда участие в форуме приняли 56 некоммерческих общественных организаций. Результатом работы стало создание общественной палаты при Думе Владивостока. Темой обсуждения второго гражданского форума стал градостроительный план Владивостока и стратегия развития города. Мы проводим второй гражданский форум. Мы пригласили общественные организации города Владивостока для того, чтобы обсудить пространственное развитие города Владивостока. Это вопросы, связанные с изменением генерального плана города Владивостока, стратегии развития города Владивостока, пространственного, инфраструктурного, социального развития. И, конечно, сегодня для нас очень важно мнение общественных организаций, такого среза, экспертного среза города Владивостока по самым разным направлениям. Объекты благоустройства города, принципы застройки жилых кварталов и зон отдыха решено принимать в новый генплан с учетом мнения жителей и общественности. Впервые план развития Владивостока готовится не самостоятельно, а с учетом развития прилегающих территорий и городов. Безусловно, это очень важное событие, потому что жизнь не стоит на месте, у нас возникает необходимость развивать город, нужны новые микрорайоны для строительства жилья недорогого и удобного, нужны новые дороги, по сути, транспортный каркас города. Необходимо сохранить рекреационные территории, там, где граждане должны отдыхать, уточнить границы поселений, входящих из того городского округа. Это все крайне важная задача. И я бы хотел здесь отметить, что город Владивосток развивается не один, не в одиночестве, а вместе с соседями, мы стараемся учитывать и это. Плотная застройка, большая нагрузка на дорожную сеть, узость проезжей части и сложный рельеф. Все эти проблемы придется преодолеть при создании нового генерального плана застройки города. Специалисты уже закончили сбор данных и изучение текущей схемы инфраструктуры. В настоящий момент институт выполняет работу по подготовке проекта, внесение изменения документов территориального планирования и катастроительного зонирования муниципальных образований, прошедшихся по Владивостокскому городу. В рамках данного проекта будет выполнен проект, внесение изменений, генеральный план управления, сеть, узость проезжей строительства до Владивостокского до 100 округа. На сегодняшний день завершен уже этап сбора и систематизации исходных данных необходимых для разработки проекта. На основании собранных исходных данных анализа действующего генерального плана стратегии города 2020, проекта стратегии 2030 и концепции внесения изменений в генеральный план городского округа, также на бурного обследования города. С нами с вами сформулированы основные проблемы и возможности развития города. Отсутствие зоны отдыха, узкие пешеходные тротуары и автомобильные дороги задача нового генплана предопределить развитие Владивостока с учетом основных транспортных и инфраструктурных проблем. По итогу гражданского форума были сформированы 7 концепций развития структуры города, которые могут быть учтены в итоговом документе. В тот же день Комитет по законности Думы Владивостока рассмотрел вопрос и о новой нарезке депутатских округов. Большинство из них по сравнению с действующей изменятся весьма незначительно. Лишь в Первореченском районе в связи с активной застройкой снеговой пади границы сдвинутся. Пока решение не принято, дебаты продолжатся на следующих заседаниях Комитета, а сама новая нарезка, скорее всего, будет окончательно утверждена на апрельской сессии городского парламента. Напомню, очередные выборы Владивостокской думы пройдут в сентябре. Жителям надо будет избрать 35 депутатов, 17 из которых будут представлять одномандатные округа, а 18 – различные партии. Подготовка к мероприятию идет полным ходом. Единая Россия, к примеру, продолжает принимать заявления от участников внутрипартийного голосования. К пятнице желающих принять участие в праймерис было уже больше 30 человек. По выдвиженцам уже можно судить о том, какие неформальные блоки примут участие в предстоящем плебисците. Похоже, подтверждаются слухи о том, что свой пул кандидатов в думу города поведет экс-мэр Владивостока Владимир Николаев. Среди уже заявившихся на праймерис фигурирует несколько фамилий, которые связаны с бывшим главой и его сестрой Викторией. Она сейчас струится депутатом Государственной думы. Так, например, по 13 округу зарегистрировался Владимир Леонов. В 2006 году он был заместителем главы администрации Владивостока. Мэром в тот момент был Владимир Николаев. В 2016 он являлся советником по социальным программам депутата законодательного собрания Виктории Николаевой. Сейчас работает в строительной компании, которая возводит элитные жилые комплексы на проспекте Красоты и в районе Первой речки. Есть в списке участников праймерис и несколько других фамилий, которые также могут быть креатурами экс-мэра Владивостока. А вот что касается так называемого Пула Пушкарева, здесь все не так очевидно. На этой неделе на одном из сайтов появилось интервью Алексея Литвинова. Официально его должность заместитель главы администрации города. Но в куларах именно его считают основным политтехнологом Игоря Сергеевича. В интервью Литвинов весьма образно описывает возможности депутатов. Будет ли жесткая борьба и кто будет бороться? Это связанные вопросы, но возникает встречный вопрос. Зачем устраивать именно жесткую борьбу? Ради чего? У Думы нового созыва будут лишь два новых полномочия. Первое – формирование конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города, главы администрации. Второе – избрание главы города из представленных конкурсной комиссии кандидатур. Если у кого-то из желающих жестко побороться, есть цели или сверхзадачи, определяющим образом влиять именно на эти два вопроса, то диагноз этим людям однозначен. Их политические амбиции затмевают для них адекватное восприятие реальности. Можно избрать хоть весь состав своих депутатов. Но эти депутаты изберут главой человека, устраивающего представителя федеральной власти. И того, кто это не понимает, мне искренне жаль. Такой ответ вице-мэра Литвинова большинство представителей политической элиты посчитали признанием того, что команда арестованного главы Владивостока не собирается активно участвовать в предстоящих выборах городской думы. Мне кажется, этот вывод вполне логичен. Скорее всего, сейчас в приоритете у Игоря Сергеевича его собственное уголовное дело. Размениваться на другие вещи он вряд ли будет. По крайней мере, до тех пор, пока находится в матросской тишине. Глава Владивостока находится в следственном изоляторе. Он лишится своих полномочий либо по решению суда, либо по истечению срока, то есть в 2018 году. До этих пор руководить городом будут его заместители. Это формальный подход. Но у кого будет реальная власть в этот переходный период и после него? Существует множество возможных вариантов ответа на этот вопрос. Действующие заместители Игоря Пушкарева считают, что у них. Но есть и другие версии. По одной из них в ближайшее время реальная власть во Владивостоке поменяется. Уже звучат и фамилии возможных претендентов, в руках которых она и будет сосредоточена. Сегодня в кулуарах федеральных ведомств и краевых структур идет речь о трех наиболее вероятных кандидатах на роль мэра Владивостока. Коими стали Андрей Брик, бывший руководитель Почты России в Приморье, ныне получивший почетную должность первого заместителя руководителя Приморской Единой России. Алексей Осиюк, гендиректор Примводоканала. И Александр Осипов, первый заместитель главы Минвостокоразвития России. Насколько этот слух превратится в реальность, будет понятно в течение ближайших недель. Мне кажется, что у каждого из этих претендентов достаточно высокие шансы. Хотя возможно, что все эти фамилии являются ложными целями. А реальный будущий городначальник не является фигурантом этого списка. Точечная застройка. Эта проблема всегда была актуальна для Владивостока. Особенно остро она стоит в историческом центре. Жители нескольких домов на улице Светландской утверждают, они попали в прицел снайпера. Жители дома по улице Светландской 37 из соседних домов уже полгода живут в страхе. Стройка в их дворе набирает обороты, а в последние дни стала грозить настоящие катастрофы, рассказали жильцы. На днях жительница Яна Яшина проснулась от грохота, выглянула в окно и увидела. Под окнами начали рыть огромный котлован. Согласно этому постановлению существует режим пользования этих территорий. И на нем запрещена реконструкция объектов с увеличением их высоты и объема. Это написано абсолютно четко в этих документах. Между тем, 16 марта городской администрации 2016 года выдается разрешение на реконструкцию бывшего городского туалета с увеличением объема. То есть вместо одного этажа здесь планируется строить четырехэтажное здание, что запрещено. Программа «Сталкер» рассказывала о стройке в историческом центре Владивостока еще полгода назад. Тогда возмущенные жильцы обратились в СМИ с призывом о помощи. Их двор по документам – охранная зона культурных объектов. И строить здесь нельзя. Стали искать, нашли 48-й закон. Это постановление за подписью Микушевского, которое охраняет административное здание торгового дома «Кунстальберст». А ну вот, через дорогу увидите старое, красивое. Наш дом входит, тут территория большая. Еще тогда, в августе, люди говорили, готовы идти на баррикады. Коммерсанты просто загнали их в угол. Строители ведут себя, мягко говоря, некорректно. И учитывать чаяние людей явно не настроены. Ирина Шедловская, мама ребенка-инвалида, столкнулась с этим. И сейчас сложно проехать, да. А вот сейчас ведутся эти строительные работы. Нам даже приходится, когда учителя приходят, все окна закрывать, чтобы вот этот шум не слушать. Но, а когда вообще мы просто его выводим на улицу, чтобы вообще уйти от этого шума. Вот под нами живет взрослый человек, инвалид-колясочник. Он подходит, подъезжает к окну и кричит им, ну, перестаньте шуметь, перестаньте стучать. Они просто, вот даже это на моих глазах было, они подошли и молотком специально начали стучать по железу, чтобы он замолчал. Так же я как-то выглянула, говорю, ну, перестаньте стучать, хоть ненадолго. В субботу они начинают свои работы. Без 10 – 8. Стройка принадлежит магазину «Снайпер». Об этом хорошо известно. Однако сами руководители стройки на контакт идти не спешат. Тогда, в августе 2016 года, программе «Сталкер» удалось связаться лишь с бухгалтером учреждения. Сотовую директора я не могу дать. Я понимаю. И передать. Можно Марине Викторовне передать нашу просьбу, что в 19 часов у нас будет проходить съемка. Было бы неплохо, если бы она поприсутствовала. Однако тогда ни директор, ни иные представители торгового дома на встречу с жителями так и не пришли. Люди обратились в прокуратуру и в мэрию. В администрации города ответили коротко. У «Снайпера» документы в порядке. Нежилое отдельно стоящее строение по адресу Убаревича 4 находится в собственности ООО «Торговый дом «Снайпер»» с 2011 года. В соответствии с предоставленными застройщикам документами реконструкция вышеуказанного объекта не затрагивает существующий жилой дом по улице Светландская, 37, и земельный участок, сформированный собственниками помещений для дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома. Разрешение на реконструкцию указанного объекта выдано в соответствии с действующим городостроительным законодательством Российской Федерации. На городские власти надежды нет, сетуют люди. Также есть информация, что тот чиновник, который дал разрешение на стройку, в мэрии уже не работает. Жильцы пытаются остановить строительный беспредел. Это закончится бедой, уверены люди. Вспоминают недавнюю историю на улице Станюковича. Вообще разрешение на стройку закончилось 16 ноября. Никаких сведений о продлении в этом году мы не нашли. По крайней мере в открытом доступе. Это первый аспект нашего вопроса, что стройка противоречит действующему законодательству. Второй аспект, жители сейчас покажут, это нарушение строительных норм, которые происходят в процессе стройки. Это обрушение котлована, это сыплется асфальт во время любого дождя, это разрушение подпорной стены. Напоминаю, что она находится тоже в охранной зоне нашего дома. Наш дом – это объект культурного наследия. Люди понимают, сейчас от их активности зависит судьба двора и домов. Здесь и сегодня невозможно припарковать машину, негде гулять, нет элементарной детской площадки или сквера. Застройка этой территории сделает невозможным и проезд спецмашин, например, пожарных. Печальные случаи в этом районе уже были. Этот участок вплотную граничит со знаменитым в городе архитектурным ансамблем домов Кунст и Альберс. После строительства в 2000-х здания Ильдеботена Светландской доступ пожарной техники к историческим объектам фактически закрыт. В 2010-м верхний дом из архитектурного ансамбля уже горел. Тушили пожар отсюда, через руины и по лестнице вверх. И всё равно происшествие закончилось трагедией. Погиб хозяин одной из квартир. Сегодня жильцы домов по улице Светландской, 37 и Убаревича, 6 говорят, за свою жизнь, здоровье и комфорт будут бороться до последнего. Готовы выйти на митинг, собираются дежурить по ночам и готовят документы в суд. Надеясь, что закон всё-таки встанет на их сторону. Как сообщили жильцы, за время, пока готовился данный сюжет, яма котлована расползлась ещё шире, а асфальт дал трещину. В растущие ямы уже провалились две машины. Продолжение следует...